привет всем с вами александра и собачки тоже есть все еще имеются в связи со серьезной ситуацией в мире я решила принять от вселенной сообщение о чем мы сейчас будем говорить от меня не зависит мы возьмем классическую колоду картеру похоже что вселенная с любовью обращается ко всем ее детям земля с любовью обращается ко всем ее детям помните мои хорошие что мы продукт земли мы приходим из земли уходим в землю все наши составляющие являются земными элементами и земля скорее всего здесь брыкуется и просит я вас люблю знаете как когда любовь в одну сторону тяжело конечно это бескорыстно и земля это делает с нами потому что мои дети да но вообще ей тяжело ей наверно хотелось бы чтобы мы больше внимания обращали на нее и меньше на то что с ними связано или то что ей мешает ну ладно это так отступление мое личное все люди сейчас находятся в замешательстве наступает момент когда люди остановились и призадумались о своей жизни и это хорошо и это хорошо это хорошо то есть пока некоторые из вас скорее всего кто смотрит не не паникуют то есть это правильно и это хорошо у девочки вода находится сзади она существует эмоции существуют но она не как бы закрывает глаза на эмоции закрывает глаза луна то есть эта девочка она понимает но этот человек то мы люди наверное мои хорошие смотрящие каждый из нас понимает что эмоции играют очень большую роль нашей жизни луна на заднем плане говорит о том что мы все понимаем что они приходящие уходящие то есть мы понимаем умом что эмоции приходящие и уходящие дам что они не материальные что они неземные так что мы должны скорее всего придерживать придерживать свои эмоции думать рационально видите глазки закрыты это как бы немножко может быть даже глаза боятся а руки делают здесь не присутствует никакой карты пентаклей здесь присутствует стабильность и баланс она сидит на стуле который четырехугольный да или кресло может быть этом и твердо поставила свои руки ноги вернее твердо поставила свои ноги на землю мы мы должны твердо стоять ногами на земле знаете я вчера купила несколько первый раз в жизни наверное семян чтобы посадить их можно было и таких которые ну я думаю что многие из вас гораздо лучше меня в этом плане сажают и растят вещи я к сожалению так не делала для меня это урок я люблю очень природу вы понимаете с собачками мы все время на природе очень много проводим времени и сейчас время когда мы думаем о том что важно и что не важно нашей жизни на что нужно реагировать да эмоции проявлять а на что не нужно то есть мы понимаем что мы можем контролировать свои эмоции вот так силой воли мысли сидя спиной к этой воде а вода там довольно таки бурная и может быть даже какие-то страхи нужно преодолеть рационализмом потому что это все-таки ночь или закат или восход в общем что-то на когда еще луну видно но солнце еще не видно то есть не совсем все ясно то есть не совсем все ясно какой области девочки и мальчики с работами до работой особенно маленькие бизнеса смотрите они потерпят и терпят сейчас данный момент неприятные последствия этого вируса по всему миру потому что самые маленькие бизнесы страдают в первую очередь потому что они не могут абсорбировать такой шок отсутствие клиентов соответственно отсутствие вливания денег соответственно невозможность платить аренду или что экспенсы с которые связаны с бизнесом и многие бизнесы просто закрываются да и тут конечно речь идет о том опять о панике то есть тройка перевернутая говорит о неустойчивом состоянии пока ничего страшного здесь нет это может быть временное явление пока мы не получили ни одного старшего аркана давай хорошие смотрите концентрироваться нужно на нам на наших отношениях если поскольку мы все и многие из нас а обратно назад в семью обратно назад в дом самоизолироваться здесь нас просят в канаде да то возможно сейчас хорошее самое время сейчас а предложить своим любимым людям или людям с которыми мы живем рядом какие-то консорциум если мы поссорились когда-то или обиделись друг на друга вот это может быть хороший момент призадуматься над этим это очень хорошее чувство здесь говорится что у вас их очень много и их можно отдавать безвозмездно сейчас такое время когда единственное что у нас может быть наверняка есть это наша любовь да и земля нам говорит что любовь она не кончается она бесконечная и и можно дарить и принимать то есть чаша ваша будет полная для этого все это и делается для того чтобы встряхнуть население на земле и вернуть обратно к земле к семье на к близкому кругу и может быть даже и от компьютеров мои хорошие от телевизоров возможно тоже то есть здесь говорится о чувствах потому что вы не можете чувства проявлять к чему-то металлическому или на расстоянии помните это тоже что здесь двоякая ситуация нам приходится держать баланс нам хочется чувствовать на расстоянии но эта карта говорит но эта карта говорит придерживайте эти чувства на расстоянии потому что они могут быть без без фруктов до не принести плоды не могут мог не принести плоды то есть а физический мир ам который вас окружает просит и предлагает вам любовь и нужно искать рядом с собой такие времена такие времена мои хорошие да а видите как хорошо и красиво сочетаются карты они нас не пугают они нас успокаивают они нам говорят что покой сейчас очень важно держать соблюдать баланс очень важно а не знаете как хождень говорят да не не спешите захватывать то что вам не нужно например 20 галлонов молока которые в общем-то электричество выключится и у вас они испортятся например или что-то такое что вам нужно на короткое короткий промежуток времени не нужно это ну как на бытовом уровне да для нас здесь важно сейчас на западе потому что это только начинается здесь волна да не нужно это все держать и захватывать как захватчики потому что всему хватит земля но вот этот ангел он говорит посмотрите какая плодородная да если все будут вести себя благородно и умеренно то земля способным способна абсорбировать это явление и создать что-то из этого явления новое потому что давно астрологи говорили что особенно ведической астрологии связаны с реальным положением наших планет относительно зодиака на не связанным с зимы земными с солнцем и солнцестоянием а как западная да астрология связанные со реальным положением наших планет относительно зодиака в небе поэтому они говорили что наступают времена когда когда большие перемены будут в правительствах, ну, в России они, наверное, уже случились, это не обязательно к худшему. Здесь просто какой-то шаг к переменам, то есть который, может быть, вызывает дальнейшие перемены, как цепочка событий. То есть что-то новое и необычное будет связано в хорошем плане с правительствами всего мира, с перестройкой организационной структуры, как это всё работает, как правильно или нет, потому что мы видим здесь, там и везде, что то, что обещают, например, политические партии или даже церковь, возможно, это не работает, а большим людям, массам людей открываются глаза, люди становятся скептическими, скептичными, вот эта девочка, да, скептизизм, и, конечно, мы как хьюман, как люди, у нас всегда есть свой will, своя воля, да, то есть мы каждый вкладываем свою волю, она у нас есть, не то, что её у нас нет, мы её должны как вот инвестировать в одно или в другое, то есть если в стране какое-то правительство или непорядок какой-то, это говорит о том, что большинство людей инвестировало свою волю, потому что ты не можешь, ты должен или так решить, дуальность, да, или поддерживать, или отрицать, то есть это говорит о том, что сознательно или несознательно большинство людей поддерживают то, что происходит, поэтому эти карты говорят нам, что всё, как работает и не работает, будет проявлено, будет видно, и мы, возможно, найдём новые пути и варианты решения проблем или решения, как это должно работать потом, то есть моя хорошая умеренность говорит о выздоровлении также, да, то есть это к лучшему, перемена к лучшему, то есть это очищение, которое Земля делает с помощью этого маленького вируса, невидимого, да, он ведь невидимый, а результаты будут видимыми, то есть мы это всё будем видеть, потому что это карта алхимии, это карта, когда вы из видимого, то, что вы видите и имеете, создаёте что-то новое, то, что вы ещё как бы в физическом мире не видели, то есть возникнут новые какие-то структуры большие, и это всё положительные изменения, видите, дорога к Солнцу, видите, на этой карте нарисованы зелёные поля, то есть достаточно земля может со стейн, и вода есть, и земля, видите, девочка или ангел, женщина на некоторых колодах стоит одной ногой в воде, другой ногой на земле, то есть мы должны возвращаться, не то что там, знаете, становиться фермерами, да, но мы должны что-то делать для земли, мы не можем игнорировать её, да, умеренность – это очень-очень хорошая карта, и это также карта высших сил, да, то есть у многих людей открываются глаза, что нужно делать, что правильно, что важно, а что не важно, ну вот так, очень хорошая карта, я так рада, я очень рада. Королева Пентакли перевёрнутая. Ну, здесь может быть говорится о том, я не сторонник феминизма, но здесь может быть говорится о том, что очень много у нас женщин, которые не занимаются детьми, не занимаются семьёй, не занимаются мужем, не занимаются хозяйством, видите, да, особенно на Западе, я же всё-таки здесь, и поэтому у меня это большое значение здесь имеет. Очень все, все школы закрыты. Пострадают женщины, да, для чего? А женщина пострадает для того, чтобы выйти обновлённой, да, ситуация будет другая в семьях тоже, потому что любовь вот эта требуется для близких и для семьи. Если у вас нет детей, она требуется кому-то ещё в вашем окружении, близком, физическом. Это женщина земная физического мира, не зря она здесь перевёрнутая попала, потому что мы должны обратить внимание, не каждая женщина будет рада таким переменам. Очень многие женщины будут страдать, да, и, может быть, последствия на семье могут отразиться, потому что на этом канале мы всё-таки рассматриваем отношения, да. Очень женщины, которые заняты карьерой, которые заняты бизнесом, которые думают, что только они могут зарабатывать деньги и кормить семью, а не мужчины, могут там изменить своё мнение, потому что эта женщина благополучная, да. Она благополучна когда? Когда она сидит, у неё же нет лошади, да, она никуда не... Никого она таким особенным образом не управляет, да. Она сидит на троне, но где? Она сидит спокойно в окружении, то есть на своей земле, твёрдо ставит ноги на землю и энергию свою тратит на земные вещи и создаёт она земные вещи, сажает семена. Дети – это тоже наши семена. Если нет детей, нет возможности иметь детей, то сейчас не самое правильное время, пока время перемен, когда нужно планировать это, да. То есть думайте также и о будущем этих детей. Почему она перевёрнутая также? Потому что очень многие женщины будут недовольны такой и, в общем, пострадают, да. То есть труднее заниматься красотой, труднее заниматься, тратить деньги на безделушки и неважные вещи, когда у тебя такая ситуация в стране, вообще во всём мире, да, во всём мире. То есть женщины, может быть, будут идти обратно в семью и ближе к дому, ближе к дому. Потому что все школы у нас сейчас закрыты, все дневные заведения, которые, как детские сады, ясли, всё закрыто, всё-всё-всё закрыто. Бабушки и дедушки не могут следить за этими детьми, потому что бабушки и дедушки в самом большом риске для того, чтобы получить этот коронавирус и умереть, например, от этого. То есть их просят вообще самоизолироваться, да. То есть бабушки и дедушки не в состоянии следить и не должны следить. То есть это работа родителей, родителей с точки зрения женщины. Поэтому женщины должны набраться сил и они, некоторые будут брыкаться и быть недовольны, потому что, ну, в связи с нашим, здесь особенно на Западе, движением феминизма, когда женщина сражается с мужчиной за власть, когда женщина занимается политикой, когда женщина занимается большими руководством, больших дел. Я не говорю, что женщины бывают не способны, они больше всего способны, может быть, даже это делать, но они не могут это делать. Женщина, женская энергия пассивная, они не могут это делать своими руками, да. Они могут это делать через своего мужчину. Будь то отец, брат, муж, любимый человек. То есть они могут таким образом голосовать, они могут таким образом работать. Это таким образом поддерживать мужчин, таким образом будет больше работ, больше бизнеса, потому что мужчина может работать за двоих, а то и за троих. Чтобы наши мужчины не разленились, то есть мы должны взять в свои руки одну половину нашей жизни, что касается дома, семьи, образования, красоты также, тела и пищи в свои руки и дать им пинок в зад нашим мужчинам, чтобы они в два раза сильнее работали за нас, за себя и за того парня, то есть за себя и за ту девушку. Это вот не мой взгляд, вернее, это мой взгляд, я переношу его, но он просто подтверждается тем, что я вижу. Наверное, мы так и читаем каждый человек карты Таро, основываясь на своих моральных принципах и убеждениях, конечно же, однозначно. Если вы видите какие-то расклады легкие и поверхностные, это значит, что человек, который читает такие расклады, это его суть. То есть, если вы видите какие-то глубокие расклады и с самокопанием, это суть этого человека. То есть моя суть в данном раскладе проявилась и высказалась с точки зрения очень-очень большой глобальной проблемы сегодняшнего мира. Смотрите, празднование, друзья и встречи, выход в рестораны, вечеринки, и всё, что связано больше, чем с маленьким количеством людей, будет или запрещено, или невозможно. Или, ну знаете, в некоторых странах уже даже будет военный режим, потому что говорят, что эти люди, которые не должны, например, подростки, они не слушают, то есть они им говорят, оставайтесь дома, не собирайтесь, у нас все закрытые развлекательные учреждения, все-все-все, и все рестораны закрыты. То есть не делайте этого, не ходите, они всё равно берут и делают, и ходят. То есть этого делать нельзя. То есть выходить и пока размножать этот вирус, может быть, у вас его нет, но он проходит в очень лёгкой форме, скорее всего, так и будет. Вы всё ещё являетесь носителем. То есть встречи такие физические нужно отменить, где много друзей и веселья, то есть нужно направить свои силы на окружающую среду, которая вас непосредственно касается, потому что денежные вопросы затронут многих. Если нет зарплаты, то нет денег, на что покупать продукты. То есть маленькие бизнесы пострадают больше всего. Ребята, у нас в центре очень положительная карта. Не бывает худа без добра или спасибо. Найдите пути, которыми вы сможете поблагодарить этот вирус, как он влияет на весь мир, на всю нашу планету. То есть есть некоторые пути, которые ты можешь найти в своей голове и сердце, думая о том, что хорошего принесут вот эти дни, вот эти изменения, я не знаю, месяцы, недели для нас. И кто с удовольствием и с радостью будет жить, кто жил с удовольствием и с радостью раньше, нужно продолжать это делать. То есть нужно быть умеренным, быть реалистичным и в то же время не терять силу духа. Это дух, это наш дух. Мои хорошие, я заканчиваю, наверное, потому что такое сообщение у нас от высших сил, от Вселенной. И вот мы должны решить. Видите, закрывается это все тем, что не паниковать. Видите, один старший аркан здесь. Один. Мы еще сделаем такие чтения, почитаем, посмотрим, что очень полезно, я думаю. Один старший аркан здесь, который говорит, не паниковать, будьте умеренными, а не слишком много не думайте о том, что будет. Делайте то, что сейчас в ваших руках, что вы можете сделать сейчас. И, конечно, мы все стоим перед выбором, как вот эта женщина перевернутая в королева Пентакли стоит перед выбором. На что вы готовы пожертвовать, пожертвовать умеренность тоже, это самопожертвование, да, самопожертвование женщины, работы, да, что наша женская половина земли готова пожертвовать для того, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Это хорошие новости, правда? И эта карта говорит, что каждый из нас имеет роль, играет роль в этом выборе, потому что так случилось, что все задействованы, никто не будет обойден стороной. И эта карта очень-очень позитивная. Каждый из нас, посмотрите, держит нашу землю на ладошке. Я благодарю Таро и Высшие Силы за то, что они присутствовали и через меня передали моим любимым подписчикам очень важные сообщения. С вами была Александра. Пока-пока!